Есть в Кирове и такие проекты, которые своими силами реализуют волонтеры, но не все из них становятся успешными. Некоторые разрушают вандалы, какие-то просто становятся невостребованными. Елена Шарыгина продолжит тему. Сломанная крышка, оторванные клавиши и надписи. Фортепиано в ротонде в Александровском саду стоит всего два месяца. Но играть на нем уже практически невозможно, возмущается кировчанин Евгений Докущаев. Но несмотря на это, мужчина приходит сюда каждый день. Ведь игра на музыкальном инструменте его успокаивает. Вот это уже второе, было сначала белое, там все сломалось вообще клавиши, не знаю куда делись. Это уже второе черное стало. Тоже вот видите, клавиши все сломаны. И там эти струны тоже не работают по сути. Нажимаешь, не слышно вообще их. Скорый инструмент в очередной раз заменят, пообещал Антон Бельтиков. Именно он был инициатором установки фортепиано в Александровском саду. И несмотря на то, что вандалы своими действиями ставят проект под угрозу, музыка в этом парке продолжает звучать. А вот книги в Александровском саду такой популярностью не пользуются. Мобильная электронная библиотека установлена здесь больше года назад. В ней собрано 63 книги русских и зарубежных авторов. Воспользоваться такой библиотекой довольно просто. Необходим смартфон, интернет и специальное приложение, которое считывает QR-код. Необходимо навести телефон на понравившуюся книгу. Я выбрала Гамлета. Устройство считывает код и книга загружается на телефон. Теперь ее можно читать. Идея хорошая, признаются жители Кирова. Вот только пользуются возможностью почитать немногие. Мы читаем в бумажном варианте книги. Мобильным нет. Я просто библиотека пользовался всю жизнь. А просто когда с ребенком гуляешь, с ним гуляешь, ходишь, негоды читать. Нет. Нет, к сожалению. У нас очень много книг дома. Другой проект бил все рекорды по посещаемости. Убежден активист движения Красивый Киров Анатолий Курбатов. Скамейки на Нижней набережной были установлены в 2015 году. Но Павода годом позже разрушил место отдыха. Я не сказал бы, что проект какой-то провал или что-то такое. На мой взгляд, это был очень удачный проект. Потому что он показал, что за небольшие деньги можно очень сильно оживить пространство. Потому что то количество народу и столько положительных отзывов, которые там было. Активист признался, была ошибка в конструкции. Поэтому во время ледохода вся постройка сложилась как карточный домик. Скамейки планируется восстановить, но сделать их из бетона. Но это уже совсем другой проект и совсем другие деньги, которых пока у активистов нет. Елена Шарыгина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Дайвича.